Рассмотрим более подробно конвейерную печь RoboChef. Печь имеет модульное исполнение. Смотрите, нижняя часть это ножки, благодаря им мы легко можем перемещаться по кухне. Первая печь, вторая печь и вытяжная система. Зонт печи RoboChef позволяет обеспечить комфортные условия работы персоналу при небольших возможностях приточной вытяжной системы. Максимальная производительность печи RoboChef 130 штук при диаметре 30 сантиметров. Дополнительно в конвейерной печи мы видим специальное окно. Оно позволяет нам, во-первых, контролировать процесс приготовления, во-вторых, если пицца не допеклась, то мы можем открыть это окно, переложить в середину конвейерной ленты и, не меняя основных настроек печи, доготовить продукцию. Третий вариант использования позволяет разогревать уже приготовленные блюда, которым нет необходимости проходить всю ленту, а достаточно только половины. В комплекте также поставляются специальные пластины с вырезами. Мы подбираем оптимальную высоту продукции, тем самым сможем оптимизировать теплопотери печи. Следующий важный момент это наша конвейерная лента. У нее два направления движения. При включении печи нажимаем кнопку старт, загорается тачскрин. При нажатии вот на эту клавишу у нас сразу идет разогрев камеры. Температурный диапазон от 30 до 310 градусов, а время от 1 минуты до 30 минут. В комплект входят ограничители хода, устанавливаются очень легко, они помогают защитить готовую пиццу от падения. Так чем же отличается именно эта печь от того, что есть на всем рынке, спросите вы? А я вам с удовольствием отвечу. Во-первых, конструктора и инженеры компании Робовабс глубоко изучили структурированные тепловые потоки, которыми славятся конвейерные печи. Им удалось достичь небывалые равномерности внутри камеры. Второй очень важный момент. За счет вновь разработанных специальных алгоритмов нагрева печи исключается потеря температуры при максимальной загрузке рабочей камеры. Сегодня вы узнали все технические особенности печи Робо-Шеф от компании Робовабс. А итоговый выбор, как всегда, остается за вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова